Депутаты городского совета в рамках традиционного объезда посетили молодежный спортивный центр, который располагается на улице Миронова, 8. Он недавно открылся после продолжительного ремонта и теперь отвечает всем современным требованиям безопасности. В молодежном клубе на улице Миронова отремонтировали фасад и инженерные сети, заменили вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, установили систему видеонаблюдения. Теперь молодым мурманчанам стали доступны тренажерные и фитнес-залы с современным качественным инвентарем и оборудованием, раздельные душевые и раздевалки, а также актовый зал для мероприятий. Здесь в Европе-Черех работают очень-очень такие энтузиасты и профессионалы. И вот только благодаря им, благодаря их творчеству, благодаря их интересу был вот такой проект разработан интересный. Он продуман до самых мелочей. И первоначально, когда этот центр еще много-много лет существовал, было такое впечатление, что это подвальное помещение. А сегодня это полноценный спортивный центр. Впечатлен молодежным центром, видна работа молодежной политики в городе. Все наши округа имеют такие центры. Я очень рад, что стопроцентная загрузка, месяц как работает после ремонта и стопроцентная загрузка и пользуется спросом у молодежи. Всего в Мурманске 11 таких клубов. У каждого свое направление работы. В этом центре организованы занятия по фитнесу, общей физической подготовке, гиревому спорту, а также функциональные тренировки и занятия воркаутом. Новый руководитель и по совместительству инструктор центра Роман Артемьев сам профессиональный спортсмен. Он давно продвигает уличные виды спорта в Мурманске. Теперь он приобщает детей к активному образу жизни еще и в зале. Кстати, сейчас Роман набирает команду единомышленников. Планируем с Нового года найти девушку или молодого человека по фитнесу. Фитнес-зал. То есть два инструктора в тренажерном зал у нас есть и одиннадцатый инструктор у нас сейчас на фитнес-зале. Нужен второй инструктор будет. Важно, что в этом центре абсолютно бесплатно может заниматься молодежь с 14 до 30 лет. Кроме того, здесь обеспечена доступность маломобильным категориям населения и инвалидам. Например, для слабослышащих размещены три индукционные системы.